С вами Алексей и Ольга Валяева. И сегодня мы хотели бы поговорить о четырех уровнях развития. И на примере женственности. Потому что женственность это то, что нам наиболее близко и интересно. Вам. Нам, да. Женственность на четырех уровнях. Что это значит? Физический уровень. Что такое быть женственным на физическом уровне? Это как минимум не носить мужской одежды. Или по минимуму носить мужскую одежду. Со спины быть похожей на женщину. Ухаживать. Ухаживать за собой. Следить за собой. За своим здоровьем. За своей красотой. Эмоциональный уровень. Это все, что касается отношений. Например, слышать друг друга. Понимать друг друга. Понимать себя. Понимать свои потребности. Уметь обращаться с своими эмоциями. Понимать, что я сейчас чувствую. И как я могу это безопасно выразить для окружающих. Читать книги по психологии. Читать книги по статитах, скажем, которые вам интересны. О взаимоотношениях. Быть экспертом, можно сказать, в вашей семье. В отношениях. Именно в том, как строить, как передавать, как доносить свои эмоции. Перекладывать на мужской, так скажем, мужскому уху понятный язык. В этом, собственно, компетенция больше женщины. Да, интеллектуальный уровень. Интеллектуальная. В чем интеллектуальность женственности? То есть это не значит, что нужно бросить школу. И вот как здесь в Бразилии в некоторых местах принято рожать в 14 лет. И становиться бабушкой в 32. Да, то есть подумайте, что может дать необразованный ребенок своему ребенку в 14 лет. Нужно учиться. Вопрос, чему учиться и как учиться. Вспомните институты благородных девиц, о которых вы читали, возможно, в книжках о том времени, как это было раньше. Чему там учились? Посмотрите 64 искусства Сарасвати. Чему нужно научиться? Ну, например, предложи, какие навыки для женщины были бы очень полезны в семейной жизни? Ну, это будет не очень, с моей стороны, хорошо, но кушать и хорошо готовить. С детьми уметь улаживаться. За ними, так скажем, ухаживать, за ними присматривать. Учить чему-то их. Массаж. Массаж. Искусство массажа. Искусство хорошего массажа. Да, то есть мы уже с вами знаем, что такое инфазории туфельки, что такое какие-то химические вещи, молекулы, атомы, где находится какая-нибудь Коста-Рика. Мы все это знаем, но часто мы этим не пользуемся в жизни. Давайте учиться еще тому, что нам в жизни будет пригождаться каждый день в нашей обычной бытовой жизни. Часто знания наши находятся на уровне, знаете, я бы так сказал, на уровне знаний, а не навыков. Знаний мы можем найти в большинстве своем в поисковой системе. Набрали, выбрали, вот вам Коста-Рика здесь находится, вот здесь, собственно говоря, инфузория туфелька представлена, вот так она выглядит, вот так она получается и размножается. Знаний, собственно говоря... Как приготовить блин-борщ? То есть два блюда сразу, блин-борщ. Блин и борщ, да. Как приготовить, да? Чтобы это было вкусно и чтобы все дома ели. Есть еще духовный уровень. Духовный уровень, он в принципе для всех одинаковый. Это про связь с высшим началом. Но для женщины есть некий акцент. Как и все у женщин направлено вовне, да, на близких, то и молитвы, и женщины, они часто направлены именно на близких людей, за мужа, за детей. То есть знать какие-то молитвы, читать молитвы. Вместо того, чтобы беспокоиться за них, начинать читать какие-то защитные мантры, настрои, молитвы. В каждой религии они есть, и вы можете просто поискать у себя эти вещи. Здесь в данном случае вопрос, знаете, как о воздухе. Если мы не чувствуем, что он есть или нет его, то это не значит, что его нет. Да, эти все четыре уровня в нас проявлены, и в этих четырех уровнях мы в той или иной мере компетентны, либо имеем какую-то квалификацию. Так вот, для того, чтобы попробовать, собственно говоря, повысить свою квалификацию, да, я сейчас говорю про марафон, про женщин, про марафон женственности, есть уникальная возможность двухмесячная, не двухдневная, не в чьи ни одного вебинара посмотрели и вот сделали, а двухмесячная, можно так сказать, программа онлайн, которая доступна, в принципе, для... Для большинства, да. Я смотрю на регистрации, ну, там где-то из 30 стран уже, в принципе, участницы есть. И суть-то в чем? Суть в том, что мы в марафоне по заданиях пробегаемся по всем уровням, да, то есть сначала разбираемся с физическим, и для многих это оказывается нонсенсом, что действительно нужно за своим телом как-то ухаживать. Вот мне писала отзыв женщина, ей 50 с лишним лет, и она первый раз в жизни сходила на педикюр. Раньше было некогда, стыдно, времени не было, денег не было. Она сходила, получила огромное удовольствие, пошла только потому, что это было задание, и потом плакала дома, потому что... Что ж я раньше-то не ходила на педикюр, 50 лет прожила без педикюра. Вот, и многие знают, что нужно за собой ухаживать, кто-то ухаживает, но для многих это оказывается прорывом. Точно так же, как и задание на эмоциональный уровень. У кого-то хорошо с эмоциональным уровнем, у кого-то там провал, с интеллектуальным уровнем, с духовным. То есть мы все на разных позициях, у нас разные. У каждого есть своя зона ближайшего развития, если говорить такими терминами. Зона ближайшего развития. И вот понять, выйти за эту зону, собственно говоря, развитие, приблизиться к ней, понять свои границы. В рамках каждого, так скажем, направления есть возможность в марафоне женственности. Да, то есть понять, какие уровни у вас уже хорошо всё, и можно, в принципе, ничего больше не делать в этом направлении сейчас. Где у вас ямка и где нужно потрудиться? И посмотреть, как можно со всем этим балансировать в течение одного дня. Могу ли я в течение одного дня отслеживать все свои четыре уровня и быть с ними и со всеми в комфорте. Любое развитие гармоничное, когда оно на всех четырёх уровнях. И можно, в принципе, сделать для себя выбор. Какой? Можно закрыть это видео и ничего не делать. Да, то есть прошла какая-то информация, да, прошла. Можно дальше продолжать читать книги, читать статьи, в принципе, и потихонечку внедрять. Это тоже хороший способ. Самостоятельно завести какой-то дневничок. Но иногда, но чаще всего ты выбираешь то, что тебе прямо сейчас нравится. Да, то есть выбираешь то, что тебе нравится, ты это делаешь. То, что легко для тебя. Да, то, что, в принципе, какие-то есть белые пятна, да, и там не уделяется внимания, это же не значит, что оно не влияет на вашу жизнь. То есть вот такая часть. Вы можете, в принципе, там, собраться единомышленницами и как-то вот, ну, в принципе, друг друга стимулировать, поддерживать в начинаниях. Мы, собственно говоря, да, не то чтобы изобрели, но нам понравился такой формат, да, мы посмотрели его в The Game однажды, но потом развили эту мысль значительно, можно сказать, глубже. И в таком формате очень удобно. Получается, чем? Чем удобен марафон женственности в течение двух месяцев? Тем, что, во-первых, это длительно, да, то есть у вас есть возможность попробовать. Фактически некоторые вещи могут перейти в навык, в привычку. Второе, у вас есть возможность идти в общем потоке, да, то есть когда вы... То есть вы единомышленница, вы читаете отчет и видите, у меня такие же цели, у меня такие же проблемы. Или вот происходит... Как хорошо узнать, что проблемы не только у вас, а еще у десятка, сотни других людей. Или, например, вы смотрите, новолуние какое-то происходит, и мы вот так периодически видим, новолуние или какое-нибудь полнолуние, да. Новолуние – общее безумие. Да, и у всех в отчетах как раз есть это о том, что мне грустно. Девочки смотрят, ой, я не одна такая, ой, это просто новолуние. Давайте грустить вместе. А я думала, это со мной что-то не так, да. То есть возможность понимать, что я не одна такая, и ни одной мне это интересно, и ни одна я с этим сталкиваюсь. Ежедневная отчетность в марафоне, ежедневная дележка важными показателями, которые со стороны кажутся чем-то, в принципе, неинтересным, ненужным. Но когда вы осознанно смотрите, во сколько вы легли, во сколько вы проснулись, что вы кушали, как это повлияло на ваше настроение, которое вы отмечаете. А самое главное, что вы сделали сегодня, вот именно сегодня для себя. Вот необходимость каждый день что-то делать для себя. Представляете, у вас появится двухмесячный стимул, да, делать что-то для себя. И в новых графонах, да, в последних у нас не только есть графа для себя, но что я сделаю для своего любимого, близкого человека. Да, и сделала ли я что-то, или я развиваюсь как нарцисс такой, ради себя, и никому ничего не хочу давать. Так вот, вы можете выбрать остаться, собственно говоря, в той ситуации, которая есть, потихонечку двигаться в том потоке, в котором вы привыкли, или, в принципе, рассмотреть возможность участия в марафоне для того, чтобы дать себе, ну, расширить этот спектр того, что вы знаете, и делаете того, что вы не знали, да. Но делали. Вы не знали, но делали, да, что часто бывает. Я так это делала, просто я об этом не знала. Или еще один вариант того, что, в принципе, вы не знаете, да, и, соответственно, не то, что вы не делаете, ну, даже не знаете. Развивайтесь на всех четырех уровнях. Это всегда приводит к ощущению гармонии, полноты внутри, внутренней полноты, да. И будьте счастливы. С вами были Алексей и Ольга Валяева.